Аркадий и Борис Стругацкие. Трудно быть Богом. Глава первая. Когда Румата миновал могилу святого Мики, седьмую по счету и последнюю на этой дороге, было уже совсем темно. Хвалёный хамахарский жеребец, взятый в Донат Томэл за карточный долг, оказался сущим барахлом. Он вспотел, сбил ноги и двигался скверной, вихляющейся рысью. Румата сжимал ему коленями бока, хрестал между ушами перчаткой, нам только уныло мотал головой, не ускоряя шага. Вдоль дороги тянулись кусты, похожие в сумраке на клубы застывшего дыма. Нестерпимо звенели комары. В мутном небе дрожали редкие тусклые звёзды. Дул порывами не сильный ветер, тёплый и холодный одновременно, как всегда, осенью в этой приморской стране, с душными пыльными днями и зябкими вечерами. Румата плотнее закутался в плащ и бросил по воде. Торопиться не имело смысла. До полуночи оставался час. Айкающий лес уже выступил над горизонтом чёрной зубчатой кромкой. По сторонам тянулись распаханные поля, мерцали под звёздами болота, воняющие неживой ржавчиной, темнели курганы и сгнившие чистоколы времён вторжения. Далеко слева вспыхивала и гасла угрюмая зарева. Должна быть горела деревушка. Одна из бесчисленных однообразных мертвожорок, висельников, ограбиловок, недавно переименованных по густейшему указу в желанные, благодатные и ангельские. На сотни миль от берегов пролива и до саевы и кающего леса простиралась эта страна, накрытая одеялом комариных туч, раздираемая врагами, затопляемая болотами, поражённой лихорадками, морами и зловонным насморком.